Над верфями в Гданьске высятся подъемные краны. Здесь располагается колыбель движения «Солидарность», сыгравшего ключевую роль в свержении коммунизма в Польше. Недалеко от верфи находится Европейский центр солидарности – музей, посвященный истории этого движения. Однако 72-летний основатель солидарности Лех Валенса больше интересуется будущим. В частности, тем, как следует реагировать на агрессивную, по его мнению, военную политику России. «Мы должны действовать решительно и нетерпимо к подобному поведению, иначе они победят». Валенса считает, что опасное сближение российских военных самолетов с кораблями НАТО не должны оставаться без ответа. В апреле российский бомбардировщик имитировал атаку на американский крейсер «Дональд Кук», проводивший патрулирование в международных водах Балтийского моря. «Если бы я был командиром корабля, к которому приближаются российские самолеты, я бы их сбил. Не надо убивать, я бы крыло отстрелил». «Разве это не привело бы к конфликту?» «Нет, конечно. К какому конфликту? Никто не хочет конфликтов, и Россия не хочет. Они хотят добиться своего с помощью угроз и шантажа. Россия не может себе позволить ввязываться в конфликт. Это очень дорого». Валенца хорошо знает, что значит бросать вызов Москве. За противодействие коммунистическому режиму в Польше и борьбу за права рабочих он получил Нобелевскую премию мира, а в 1990 году стал первым демократически избранным президентом страны. Но, как и многие поляки, Валенца обеспокоен тем, что польским демократическим институтам угрожают опасность. Недавно тысячи людей вышли на уличные акции протеста против политики правящей консервативной партии «Право и справедливость». В частности, против попыток усилить контроль над судебной системой и средствами массовой информации. «Это можно сделать корректно, демократическим путем. А можно диктаторским способом. И они предлагают только диктаторский способ. Похоже, что и США пошли в том же направлении, раз у них такой кандидат в президенты». По мнению Валенца, волна общественного недовольства, которая, нарушая сложившийся политический баланс, вызвана отсутствием единой системы ценностей. Говоря о результатах британского референдума, о выходе из Европейского Союза, он подчеркивает, что ЕС необходимо полностью перестроить на новых принципах. Германия, Франция и Италия должны подготовить решение. Если распустить Евросоюз, через пять минут возникнет новый. Только более умный. На фоне политических неурядиц в Польше и Евросоюзе, Валенца не исключает своего возвращения в политику. «Я говорил, что я патриот. И если они разрушат достижения Польши, я вмешаюсь». Но пока это время не пришло, Валенца наслаждается простыми радостями жизни. «Я чувствую счастье, когда бреюсь, если бритва хорошая. Что еще остается? Когда тебе почти 73, что еще остается?» Юные посетители Европейского Центра Солидарности узнают о прошлом своей страны и о том, как история этого движения может помочь Европе преодолеть политические бури, которые ждут ее в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok